Просто такая непонятная война. Была война. Наши родители защищали, знали от кого. А за что нас убивают? Село Первомайское в 18 километрах от Донецка. В террористической ДНР оглашают свои якобы пятидневные перемирия. А во двор этой семьи оттуда прилетает 8 мин. Ложатся кучно. Это огороды сплошные воронки. Через дом здесь вообще у соседа моего 10 воронок во дворе. Сколько у вас для него упало мин? Что в 15. Главарь ДНР Захарченко обещал придерживаться режима тишины. Неделю назад объявил 5 дней без огня для своих боевиков. Послушались? Видно тут. От села Пески, где базируются украинские военные, живого места почти не осталось. Им эта территория нужна, но им здания и люди не нужны. Донецкий аэропорт, Дебальцево и побережье Азовского моря. Самые горячие точки минувшей недели. И самые горячие темы для переговоров украинских и российских военных. Россия, Украина и ОБСЕ уже больше месяца пытаются договориться, как остановить конфликт на Востоке. В процессе участвуют и боевики. Здесь, в Дебальцево, даже совместный центр создали для мониторинга ситуации. Идут торги за Новоазовск и Тельманово. Территории должны перейти под контроль украинской власти. За кулисьей переговоров приоткрыл советник главы МВД Герасченко. Но здесь, на передовой, комментарии лаконичны и дипломатичны. Донецкий аэропорт является подконтрольным силам, которые участвуют в операции АТО. А пока? И по карте так же. И по карте так же. Это наша территория. Чтобы огонь прекратился, прежде всего не хватает, скажем, выдержки у тех подразделений, которые находятся друг напротив друга. Вот она карта, вокруг которой идут споры в этой маленькой комнате. Донбасс как на ладони. Каждый день новые пометки очередных обстрелов. Пока не наступит настоящий режим тишины, буферная зона и линии размежевания определены не будут. Этот рубеж фактически должен проходить по реальной линии контроля территорий. Буферную зону еще предстоит утвердить парламенту. В то, что отвод артиллерии начнется скоро, пока никто не верит. Слишком много отрядов боевиков. Слишком много полевых командиров. Кое-кто обстрелы прекратил, а кто-то, как донские казаки, начал по-новому. В Луганской области вообще царит Махновщина. Здесь генералы могут договориться, а там, что можно урезонить, гарантии пока никакой. Один километр это максимальное расстояние, на которое можно приблизиться к Донецкому аэропорту и быть в какой-никакой безопасности. Сейчас здесь короткое затишье, но этой тишине наши украинские военные как раз и не доверяют. Генерал российской армии, которая делает вид, что не воюют на Донбассе, пытается давать указания украинским силовикам. Когда начали разбирать, что за танки БМП появились с украинской стороны, это подвозят продовольствие, подвозят медикаменты, эвакуируют раненых. Поднимаем вопрос, давайте без танков, без БМП, на открытых машинах, пусть подвозят продовольствие, пусть эвакуируют раненых при необходимости. И вы же понимаете, что это людей на смерть. Самое главное не поднимать вот эту планку напряженности. При этом предпочитает не вспоминать, кто на самом деле поднял планку напряженности. Николай и Руслан, десантники 95-й Житомирской аэромобильной бригады. Это они каждый день доставляют припасы и вывозят раненых из аэропорта. Предложение российского генерала заехать в терминал без брони считают абсурдным. Очень тяжело, потому что не знаю, с какой стороны, всегда начинают обстреливать. С какой стороны бьют конкретно, мы не можем определить. Мы стараемся добавить бой, в бой входим, стараемся оставить воду, боеприпасы, продукты, чтобы удержались. Каждый раз после каждого выезда за колеса пробить, еще пять. До этого не привыкнешь. Мы надеялись, что они решают, что войска отведут, что нам будет спокойнее. А так, они ничего не меняются. Так само идет обстрел, так само идет. Сегодня у нас часа два назад грады где-то лупили, где-то километры где-то спали. Они, как и многие, надеялись не на генеральские переговоры в Дебальцевом, а президентские в Милане. Знаете, ЗУЗУ встречи вчера Путина-Порошенко? Где, в Милане? Да. И что, в Милане? Что, по-моему, мы там ничего не решили, что-то по газу, а по армии так я не знаю, что-то решили или нет. Переговоры одно, а танки увидеть в собственном огороде совсем другое. В селе Пачевка пять русских танков. Не знаю, откуда, не знаю, как пришли, не знаю. Хозяева танков нашлись там, где идут полевые переговоры. Представители террористических ЛНР и ДНР путаются в формулировках. Все гражданские люди, взявшие, которые, значит, ну, как вам сказать... На танках? А вы думаете, там люди, которые на танках в армии не служили? Или вы думаете, на танк сел и поехали? А танки, а танки, а танки. Как нам говорят, танки отжали у противоположной стороны. Сразу же, у России или у России? У противоположной стороны, мы не совсем. У нас не было столько танков. В 15 километрах от совместного центра, где ведутся переговоры о восстановлении мира на Донбассе, здесь, на крайней точке, на крайнем блокпосту украинской армии, готовятся к контрнаступлению боевиков. Я не знаю, что сюда можно садить, но, честно сказать, страшно реально. Мы прекращаем, мы вроде бы никого не троллим, сидим тихонько, молча, к нам прилетает. Из-за чего прилетает? Ирина Баглай, Василий Миновщиков. Подробности недели. Телеканал Интер.